Битэмап Весьма странный, потому что В отличие от всех битэмапов Здесь нет никакого города, здесь нельзя никуда ходить Здесь нет никакой свободы передвижения Здесь есть закрытые вот такие вот уровни Изображающиеся как гараж Кусок улицы, чего угодно И там 4-5 врагов Находящихся на них Или один какой-нибудь босс С которыми С которыми нужно драться, их побеждать И при этом Здесь есть какой-то невнятный совершенно сюжет Всего один персонаж на выбор Тоже весьма странный Для битэмапа, да? Когда можно... Нет свободы выбора Нет женских персонажей И вообще все как-то очень Очень странно Есть 100 уровней такого вот Бегания и Избивания врагов Для битэмапа здесь слишком Пересложненная система Боя Потому что делать можно очень много всего Но когда На тебя бежит там Пятеро-шестеро врагов Остается Глупить только По кнопке круга Которая здесь отвечает за удар И смотреть на то, что происходит Временами нажимать Стругольный круг вместе Когда у вас наберется полоска Чтобы сделать суперудар И в общем-то Всей Мощи боевой Системы Урбан Рейна Совершенно Она здесь не используется И Короче, игра как битэмап Я считаю Мне слишком удалась Она скучная Она слишком затянута Эти 100 миссий Долго-долго-долго-долго Долго длятся Они никак не кончаются Мы постоянно встречаем Одних и тех же боссов Которых вроде как победили Но при этом Надо с ними встречаться еще раз При этом, когда вы с ними встречаетесь еще раз Они становятся сильнее Вообще Сложность, я считаю Очень сильно завышена у игры Потому что Когда Один из боссов Проходится там С 20-го раза На сложности Изи Это, конечно, перебор Вот Но с другой стороны Урбан Рейн Это файтинг Причем файтинг Весьма-весьма неплохой И Я так думаю На PS2 Это чуть ли не единственный файтинг На четверых Трехмерный В который можно В общем, в принципе Очень хорошо играть с четвером Именно Есть Девджем Вендетта Файт в Нью-Йорк Да Но При этом Он хорош для двух Но на четверых В него играть уже Не так весело Он становится Какой-то Очень сумбурный И вот Вот, кстати, сейчас Вы видите Вот, да Двойная атака была Это вот были Те самые Два Супер-босса Которых встречаешь По Пять раз За игру Вот Вернемся к нашему Файтингу Файтинг на четверых Я считаю Очень-очень удался Потому что Здесь Есть Всевозможные Перехваты ударов Контр-захваты Есть Джаглы Есть Двойные атаки Самые главные Если вы будете Играть Четвером Командами Двое на двое То Для такого Варианта игры И лучше чем Урбан Рейн Я считаю Просто Фрайк Не существует Потому что Вот именно Трехмерных Файтингов Таких фрайк Больше нужно О том и нет Потому что Вдвоем В ней играть Очень весело Здесь Особенно Начинает Действовать Командная Тактика Один Может Увлекать На себя Внимание Второй Проводить Какие-нибудь Подлые Сзади Атаки Но вот Сейчас Видите Да Это Вот Тот Вариант Когда Дерется Двое Вот Кстати Один Заграков Провел Двойной Бросок Сразу Обоим Соперникам Вот Сейчас Еще один Двойной Бросок Можно Действовать Согласованно Можно Драться Сами По себе Вообще Всевозможных Режимов Игры Деплеерных Здесь Море Поэтому Я считаю Что Как Файтинг Игра Задалась И Просто Не стоит Ее Оценивать Как Битем А Играть Как Файтинг Наверное На этом Все Всем До свидания